Виталик, я что-то очкую. Да что ты очкуешь? Да успокойся ты. Все так делают. Все ютуберы так делают. А мы чем плохи? Вы тоже ютуберы. А что нам спалят? Аниме, йокатара, лоли девочки. Все нормально. Не прикопаешься. Все хорошо. Давай начнем. Ищите меня в рейде. Темное фэнтези. Ну что, Виталик, чемоданы от японцев пришли? Ну, они тебе не понравятся. Это не совсем. Ну, я думал, чемоданы, чемоданы. А это, короче, лутбоксы оказались для этой игры. Много лутбоксов. Там нарисованные лоли девочки. Вот, смотри. Красиво. Капец ты, лошара. Я тебе говорил, не прокатит, блин. И что мне с этой лолей делать, если ее нельзя потрогать и съесть? Ой, да только об одном и думаешь. Да, только о идее и думаю. О, легендарочка. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И прежде всего стоит начать с извинений. Я должен извиниться перед создателями Raid Shadow Legends, Викингов и прочих убогих мобильных донатных помоек, которые я презираю всем своим сердцем. И очень нетолерантно отношусь к тем блогерам, которые эту чушь рекламируют. Иногда по незнанию, иногда просто для того, чтобы немножечко наварить себе денежки. Дело в том, что игры подобного формата это самые отвратительные игры, которые только есть в игровой индустрии. Именно они представляют собой раковую опухоль, благодаря которой игровая индустрия извратилась и превратилась в нечто такое, что мы сейчас с вами и расхлебываем. Но дело в том, почему извиниться? Дело в том, что есть убогая донатная помойка, которая гораздо хуже вот этих недоигр. Да ладно. Есть убогая донатная помойка, которая меня прелестила своим разработчиком, Йокатара, создатель серии Nier, и Nier Automata, естественно, да. У меня был к нему огромный кредит доверия, поэтому новость о том, что эта игра появилась в нашем регионе, стала доступна на iOS, я принял вау, с большим энтузиазмом, наконец-то, ура, слава тебе, господи, в это можно будет поиграть. Тем более скриншоты, они обнадеживали, очень красивая такая анимешная рисовка, немножко готики, мрачный сюжет, очаровательная музыка, лоли девочки, да. То есть ты смотрел, ну, елки-палки, хорошо. Я играл в Azur Lane, там, в принципе, вот эти вот девочки тащили коллекционирование вайфу, кое-как, ну, можно было... Да, Миша, есть такая фишка, ты коллекционируешь этих самых вайфу, смотришь на них, тебе радостно, тебе весело. И плюс там был какой-никакой геймплей. Геймплей, который в играх подобного формата делаются максимально примитивным и тупым, для того, чтобы ты много времени на него не тратил. Твоя главная задача – это сбор ресурсов, после того, как ты вот это поиграл, так сказать, поиграл, после чего ты эти ресурсы собираешь-собираешь по крохам, по чуть-чуть, понемножечку, а потом приходишь к мысли, что, блин, а если немножко задонатить, то, конечно, процесс пойдет гораздо быстрее. Так вот, примерно по такой схеме строятся все игры категории гача. Что это такое? Это значит, что игры, в которых геймплей очень поверхностный и часто является прикрытием для очередного онлайнового казино, где ты покупаешь лутбоксики, из них выпрыгивает что-нибудь, и ты радуешься, или большей частью не радуешься, потому что большей частью выпрыгивает какой-нибудь хлам. Ну, хлам – это значит какой-нибудь низкоуровневый персонаж, которого очень-очень много, поэтому ты его куда-нибудь сливаешь и мечтаешь, наконец-то, получить себе девочку С-класса. Ну, Азурлайн имеется в виду. Я, конечно, говорю сейчас Мишу, наверное, на непонятном тебе языке, но тем не менее. Миша С-класса – это интересно. Да. Сколько в час? Да, готов, так сказать, зарплаты выделить. Так вот, на iOS появилась игра от Йокатары, от игра под названием «Син о Элис» – «Грех или Алиса». Не знаю, японцы, у них очень своеобразный подход к наименованию своих продуктов, простим им это. Что собой представляет эта игра, и почему я потратил на нее несколько суток из своей жизни? Я в нее плотно играл, это не просто так. Нет, нет, я играл, я пытался рассмотреть в ней вот так вот с лупой. Ну, какой-то смысл же разработчик вкладывал в нее. Ну, ведь понятно, там… Смысл? Да, гача – это именно открытие лутбоксов, да? Но какой-то смысл же, как-то оправдать твое присутствие в этой игре, разработчик должен быть хоть какой-то поверхностный, но геймплей-то здесь должен был быть. Вот, но здесь это пример игры, где именно разработчики геймплея, геймдизайнеры налажали во всех плоскостях. Это пример очень неудачной донатной помойки, и я, ну, конечно, тут готов аплодировать, потому что они слили всю эту идею, поэтому играть в нее смысла особого нет никакого. Даже если вам очень нравятся лоли-девочки и анимешные всякие такие вот темы. Прежде всего, что мне понравилось? Это вступление, очень красивый ролик, очень интересная подача. Тут, очевидно, Йокатара поработал немножечко. Очень много внимания уделено именно сюжету, он такому мрачному. Прекрасная музыка, прекрасная. В игре прекрасная музыка. Она тебя сразу погружает в процесс. В игре прекрасная рисовка. В игре очень круто поставлена подача истории, когда вот тебе сначала на темном экране появляются ключевые слова, нежный японский голос. Ну, естественно, девушки начинают что-то проговаривать, ты потом вот эти слова дополняются предложениями, и ты читаешь вот эту вот историю. Прикольно. Между... Перед началом каждой миссии появляется опять же маленькое высказывание от этой самой героини, и ты такой, ну, хорошо. Очевидно, это будет интересно. Нет! Это... Нет! Так вот, где ошиблись разработчики? Дело в том, что в игре формата гатча тебе должно быть интересно, ну, получить какой-то приз, получить какую-то награду. И очень хорошо, если эта награда, это какой-нибудь симпатичный персонажик, или какой-нибудь брутальный персонажик. Этим, кстати, вот охотно пользуются разработчики всяких Raid Shadow Legends и им подобное. То есть, когда ты открываешь, ой, из него выпрыгнет какой-нибудь супергерой, и ты такой, ну, наконец-то, я за тобой охотился. Круто, круто, круто. В этой игре ты коллекционируешь, блин, оружие. И что собой представляет игра? У тебя один протагонист. Ты можешь выбирать... Ну, Элиса, Алиса. Алиса, Золушка. Там разные персонажи из разных сказок. А, ну, ты выбираешь одного. Да, да, да. Ты выбираешь одного, но там в процессе прохождения кампании. Ты как бы можешь их менять, для того, чтобы лучше узнать историю. Вот. Поэтому ты выбираешь этого протагониста, и, по сути, протагонисты отличаются. Это классы. То есть, Алиса такая, Алиса сякая, окей. Вот. И, соответственно, ты выбираешь им, подбираешь им оружие на бой. И в чем фишка? То есть, здесь, похоже, очень система карточек. То есть, ты им оружие, это выполняет роль вот одного удара. Все, сыграл это оружие, один удар, противник улетает, тебе в снег падает новая карточка с новым оружием, и ты его применяешь для того, чтобы уничтожать следующего противника. Да, это как коллекционная карточная игра, только вот, ты отыграл все оружие, которое у тебя было, разыграл, потом перезарядиться, и тебе снова вот так вот случайным образом выпрыгивает то оружие, которое ты в эту своеобразную колоду, сформированную, сделаешь. И это оружие ты можешь прокачивать, это оружие ты можешь изменять, ты можешь прокачивать и главную героиню, для того, чтобы у нее открывалась, ну, она становилась немножечко мощнее, да? Но проблема в том, что коллекционировать оружие тебе неинтересно. Ага, нет, фронт работ. Нет, он тут, похоже, надолго. Ну что, пойдем? Ну да, придется пойти. Проблема в том, что коллекционировать оружие тебе неинтересно. Ну, это просто оружие. Это просто косы разной степени, просто косы. Это мечи, это там мушкеты, это арбалеты, это луки, это все что угодно, арфы и так далее. Это просто картиночки, которые ты разыгрываешь один раз или два раза в течение боя, и на этом все, как бы заканчивается, да? И это оружие ты можешь еще прокачивать, на этом оружии еще висят какие-то истории, ты можешь их прочитывать, по мере прокачки открываются там новые кусочки истории. То есть разработчики очень так сильно напряглись в повествовательную часть, но при этом не дали тебе особых мотивов для того, чтобы этим заниматься. То есть, ну окей, я не хочу гнаться за каким-нибудь там супер-кладенцом, потому что он практически ничем не отличается от какого-то другого кладенца по внешнему виду, по внешнему. Ну он зелененький, а этот синенький. Окей, чем они отличаются? Ну, только этим они по сути и отличаются. Из-за этого игра воспринимается вот уже даже на стадии, когда она должна тебя зацепить, ну, концепция гачи, она должна тебя зацепить. Если она тебя не зацепила, то все. Вот, она уже на этой стадии не работает. На стадии коллекционирования тебе не интересно, тебе не хочется дальше это самое, да, продолжать. Я не понимаю, это и вот гачи. Да. То есть, игра... Я играл в Azur Lane, ну и от разработчиков Azur Lane есть еще одно коллекционирование всяких вайфу. Есть такое, да? Поэтому там на первых порах, пока игра тебя не задалбывает своим однообразным геймплеем, в принципе, прикольно. Ти-ти-ти-ти-пинь. Новая там вайфу. Во, прикольненько. Покрутил там вот эту картиночку, посмотрел, полный рост увеличил, уменьшил. Все, прикольное там. Смотришь следующее. Такое вот развлечение. Гачи достаточно известны. Это Dead or Life Extreme Venus Vacation проект, на PC доступный, в том числе в Steam, но не во всех регионах, там с VPN надо баловаться. То есть, там тоже гачи, и ты там тоже можешь выбивать в том числе новых девочек с вероятностью там какие-то десятые проценты. И какие-то, по-моему, платья, там для них есть аксессуары. То есть, именно как бы есть ради чего, так сказать, открывать это. Да, а здесь вот уже вот это фундаментальная ошибка. И дальше идет, что с собой представляет геймплей. Это самый унылый, самый примитивный геймплей, который только можно было себе представить. Я не знаю, как разработчики, в принципе, до этого дошли. У тебя один протагонист, и для этого протагониста, ну, на выбор-то, естественно, несколько девочек, да? Но, по сути, да. Если ты занимаешься прокачкой конкретно одного, то у тебя один протагонист. И ты, соответственно, этому протагонисту колоду из этих карточек с оружиями всовываешь, впихиваешь в него, да? И дальше все, что он делает, появляется на поле боя. Рядом с ним появляется еще несколько девочек, и они начинают усиленно месить монстров. Одна фаза, вторая фаза, третья фаза, в которой босс... Все, закончили. Волна. Волна. Ну, не волна, а именно фаза. Ну, один бой, второй будет третий. Да, один бой, второй будет третий. Все проходит, большей частью, в автоматическом режиме, потому что игра плитупая. Ты просто нажимаешь на противника, бум, он умер. Ты нажимаешь на противника, бум, он умер, да. Есть такая же фишка, как в некоторых тактических JRPG-шах, когда зеленые бьют синих, синие бьют красных, красные бьют зеленых. Ну, имеется в виду по цветам. Оружие такое-то, оружие такое-то. Камень-ножницы. Да, да, да. И все. Вот и вся тактическая глубина. Есть оружие поддержки, которое позволяет лечить других твоих однопартиек и повышать им оружие. Но это тоже вот. Сыграл, окей, хорошо. Есть, нету. Я сидел, большую часть времени я играл, я серьезно, я пытался пройти эту игру до конца. Большую часть времени ты просто сидишь, вот смотришь на экран автобоя, они просто птюк-тюк прошли, тюк-тюк прошли. Я больше времени смотрел потом на экран наград. Вот когда тебе идут наградной список и ты получаешь вот все, что ты заслужил своим трудом, мягко говоря, да? Кристаллики, вот это все, иди потом забери награду. О, ты уже почти поднакопил новый этот самый лутбоксик. Соответственно, не хочешь ли там, ну, вот здесь вот совсем недорого, очень дорого, блин. Вот эти кристаллики продаются, соответственно, если хочешь, можешь их выкупить. Ой, ты встретил случайно, вот игра очень легкая, но иногда, если противник гораздо выше тебя по уровням, соответственно, он тебя может убить. Ну, логично. И, соответственно, ты, например, сносишь половину здоровья, вся партия умирает, но за кристаллики вот эти вот волшебные ты можешь оживить всю партию и заново продолжить бой. Но они стоят денег, эти кристаллики. Да, или их можно там гриндить, но гринд, опять же, очень унылый. Так, блин. Так, вот так, говоришь, делай. Это так тупо, да. И ивенты, и плюс есть, конечно же, энергия, которая заканчивается, и которую можно восполнить, естественно, не бесплатно. Да. Ты знаешь, ты описываешь этот позор, на фоне которого даже Raid Shadow Legends выглядит не таким. Ну, в Raid Shadow Legends там хоть что-то, понимаешь? Там хотя бы линия героев, да? Ну, там элемент гачи более-менее. Разные герои, да? Соответственно, есть линия противников. Ты, блин, при желании ты можешь хоть чем-то управлять, понимаешь? Игра, которая построена на том, чтобы выманивать из тебя деньги для того, чтобы ты покупал новых героев, она тебе мизерный, но геймплейчик какой-то дает. Здесь геймплея даже нет. Здесь вот задумка такая достаточно примитивная. Здесь тебе не хочется ничего коллекционировать. Здесь тебе не хочется принимать участие в боях. Ты просто смотришь на это. Я охреневал просто, когда в это играл. Следующая миссия. Миссии, там есть кампания. Глава 1, глава 2, глава 3, глава 4, глава 5. В каждой главе 10 уровней, ну, которые нужно пройти. И вот это, ты сидишь просто смотришь, когда бум-пум-пум награда, бум-пум-пум награда. Загрузка, бум-пум-пум. Загрузка, награды на себя сыпятся. И ты такой, блин, а дальше что? А дальше жди, пока накопятся кристаллы, для того, чтобы открыть новый лутбоксик. Или, если хочешь, понятно, мы понимаем, что гринд очень долгий. Мы же приняли. Да-да-да, товарищ, можешь немножко отслюнявить денюжки, для того, чтобы мы тебе упростили процесс. Я не понимаю, как эта игра существует. Я не понимаю, из какой вселенной она вылезла. Эта игра была создана в семнадцатом году. Эта игра в двадцатом году появилась в других регионах, не только вот в Японии, да. По какой-то причине компания Square Enix решила, что вау, все, пользователи из Европы, Америки, да, из Китая готовы. Готовы к этому шедевру ее Катара. Все, теперь можно запускать. Да, проект, который вроде должен был быть сателлитом, я так полагаю, не Раутомата, ну, мобильным таким сателлитом, вот, а сейчас почему-то из него решили сделать еще и международную игру. Непонятно зачем. Хотя на самом деле понятно. На самом деле понятно. Дело в том, что Нироутомата, это очевидно, стал неожиданным хитом. Игра была недорогой в плане разработки, о чем хорошо свидетельствуют многие локации и в целом, скажем так, дизайн их достаточно простой. Видно было, что ее Катара дали не очень много денег, что Platinum Games бралась тогда за любые проекты, которые приносили какую-то копейку. Ему подрядили неплохую команду, они сделали Нироутомата. Нироутомата выстрелила. Выстрелила, она начала аккуратно набирать сообщества, фанатов, там, миллион, полтора, два, по-моему, в последний раз даже, то ли четыре, к сожалению, уже боюсь ошибиться, но игра стабильно, стабильно набирала аудиторию, продавалась, на нее даже не всегда скидки были. Ну, там, цена, понятное дело, снижалась, но не так, чтобы ее там через полгода по бросовой цене уже отдавали. Такого не было. Она вот стала фундаментальным, крутым проектом. По сути, у Йокатара наконец-то появилась игра, которая была примечательна не только по-хорошему шизанутой вселенной и необычными героями, но и внятной механикой. Сколько-нибудь. Потому что Дракенгард известен, например, отстойной оптимизацией и убогой механикой. Как, собственно, и Нир-репликант Гештальта, в плане механики это такое себе удовольствие. Так вот, вот это... И Square Enix что начала делать с Йокатара, когда стало понятно, что Нир-аутомата это хит? Не, супер хит, но хит с очень мощной аудиторией. Она превратила Йокатара в бренд. Локальный такой бренд для привлечения фанатов Йокатары. Нет, она не дала ему денег на Нир-2, на Нир-аутомата-2, на полноценное продолжение. Началась вот эта вот звездерасти. С одной стороны, вот мобилка с его именем. Я боюсь уже. С его именем. Я напоминаю, будет еще Нир-мобильный какой-то. Да. Я думаю, что он будет условно бесплатным, а я боюсь себе представить, что будет в итоге. Если это будет от тех же самых разработчиков. Нет, вряд ли. Ну, судя по трейлер, пока нам показали бессмысленно, там девочка с привидением куда-то идет по руинам. Непонятно, что это будет. Но они анонсировали вот... Ловить покемонов. Ремастер Нир-репликант, по-моему. Я уже не помню, какое издание там. Куча, где брат этой девочки с монстрами сражается, а не отец там был. Это две версии. Европейская и азиатская, да? Да, кажется так. То есть, они вот из Йокатара делают какой-то бренд, вместо того, чтобы дать ему сделать полноценную игру. Йокатара очень много работал над рейдом для Final Fantasy XIV. Я не отрицаю, что Final Fantasy XIV прекрасная игра. У нее куча фанатов. Это одна из лучших ММО на сегодняшний день, которая стабильна и круто развивается. Но человеку, вместо того, чтобы сделать полноценную игру, сказали, не-не-не-не-не. У нас тут вот есть игрушечка. Давай ты ее продвигай. Все деньги осваивает Намура. Да-да-да. А Йокатара, вот, мы твои... У тебя хорошее имя. Тебя любят... Да, небольшая группа фанатов у тебя есть. Соответственно, мы тебя будем использовать здесь, здесь, здесь и здесь. Очень печально это видеть. Да, по привлечению просто имени. Вместо того, чтобы дать ему еще раз команду, и он начал делать полноценную игру. Ни хрена. Собственно, создатели Ниро Аутомата из Platinum Games уже сделали Astral Chain. Она уже в прошлом году вышла, блин. Они за это время успели сделать игру с неплохой вселенной и своеобразной механикой. Это ни хрена не шедевр. К ней не хватает претензий. Нинтендо Свич. Да, на Нинтендо Свич. Но это увлекательное в целом приключение, в которое, ну, не скучно играть. А не то, что прям тебя захватывает тут и до, но в него не скучно играть. Неплохие боссы. Интересная идея с легионами вот этим, их прокачкой. То есть, видно было, что люди сделали уже. Но Square Enix сказал, нет, Тара, не, не надо. Вот тебе еще пиво. Давай ты мобилку сделаешь. То есть, начали сделать, лепить из него такой вот локальный бренд по продвижению своих второстепенных каких-то сторонних продуктов. Ну, и вот перезапуск старых игр. Обидно на самом деле. Потому что вот в НИР Аутомата Йоко Тара показал, что если ему дать нормальных геймдизайнеров, если разработчики пользуются нормальной технологией, которая работает, то все. Все нормально, все работает, можно выпускать игры. Фанаты Йоко Тара не требовали, чтобы он начал делать там Final Fantasy VII ремейк. Хотя Final Fantasy VII ремейк от Йоко Тары, в отличие от Намура, я бы с удовольствием посмотрел и с удовольствием в него поиграл. Потому что этот алканавт хотя бы умеет гнать ядреную хрень. В отличие от Намура, который просто трэш какой-то гонит. Непонятно. Ну, вот имеем то, что имеем. Да, да, да. И напоследок, дорогие друзья, что хочется сказать. Я считаю мобильные вот эти вот унылые дрочильни дном игровой индустрии. Да, и раковые опухоли, и дном. Это вот ниже этого игровым разработчикам падать, казалось бы, некуда. Да, то есть если вы сделали вот такую вот игру, то все. То есть расписались в том, что вам, в принципе, и перед вами стоит только одна задача – зарабатывать деньги. Мы относимся к играм, прежде всего, как к искусству. Геймплей, как искусство. Внешний вид может быть любой. Музыка может быть любая. Сюжет может быть. Его может не быть вовсе, да. Но геймплей является основой игры. Если вы не смогли в геймплей, если все, что вы сделали, это просто списали у других. И просто предложили какую-нибудь охрененную систему монетизации, которая для вас делает. Все, плевать на вас. И вы пользуетесь просто людскими недостатками. Людскими недостатками, именно желание коллекционировать побольше, да. Это стопроцентно азартная игра. И я очень надеюсь, что к палате лордов Британии в итоге прислушается британское правительство. И хотя бы вот в этом регионе эти игры будут регулироваться законом об азартных играх. Я очень на это надеюсь. Что, по крайней мере, там вот этот кусочек пирожка им уже придется выдирать. А не просто вот так вот запуская какой-нибудь такой вот трэшевый продукт, потом купаться в миллионах. Мне больно видеть, вот до какого уровня скатывается игровая индустрия. Когда вот такой вот дурной пример показывается всем остальным разработчикам. И все остальные разработчики смотрят в эту же сторону. И, естественно, в эту же сторону смотрят крупные издатели. И в итоге мы получаем в сингловых играх вот такую вот систему монетизации. Привет, убесов, да. Для того, чтобы, то есть, а зачем тебе что-то огриндить, проходить? Ты можешь сразу все купить, ускорить или то-то-то-то, предметы там это. Все, мы тебе даем. А вот, кстати, по поводу монетизации Watch Dogs Legion, да. Там некоторые игровые журналисты. Ну, мы не знаем, как эту игру можно монетизировать. В игру, где у тебя разные персонажи. Да, система Гатчу ни разу не подходит. Нет? Продавать какие-то комплекты с очень крутыми какими-нибудь хакерами. Нет? Разделить хакеры на А-класса, Б-класса, С-класса, С-класса, С-Р-класса, да. Которые будут выпрыгивать перед тобой. Слышь, заплатить. Я уже представляю вот эту хрень. Хотя я думаю, что компания Ubisoft все-таки после вот этих всех бурлений такая. Ой-ой-ой-ой. Давайте сыграем в хорошем. Хорошо. Дайте, как будет. Мы сыграем в хорошем. Но это дно игровой индустрии. Это самый примитив игровой индустрии. Но Йокатара с этим проектом пробил это дно дна. Потому что даже списать у кого-то геймплей они не смогли. Они попытались придумать какую-то свою хрень. Хотел сказать другое слово на букву Х. Они придумали свою хрень как оправдание всему. Но эта хрень не работает. Система Гатча не работает. Здесь работает только система монетизации. Слышь, задонать. Зачем задонать? На этот вопрос разработчики не сумели найти ответ. И слава богу. А может быть это план Йокатары? Вот его поставили. И он тоже считает. Допустим. Вот он считает, что вот эти игры. И вот саботаж процесса. Вот специально сделал настолько говенную игру, в которую никто не захочет донатить. Сквари, дай денег на это самое, на новый мир. Да, короче, Сквари, Никс. Хватит морозить. Хороший же разработчик есть. Пусть мир второй делает. А я вот сижу со стеклянным взглядом. Потому что я вот до сих пор поверить не могу, что я на это убил несколько суток, пытаясь нащупать какой-то интерес. Ну, это японские разработчики. Они обычно любят прятать. Вот у тебя какое-нибудь вступление унылое. Какое-нибудь вступление. На 20 часов растягивается туториал. А потом начинается собственная игра. Я надеялся, что здесь примерно так же. Нет, нет. Дальше еще хуже. Больше гринда. Ивенты. Не забудь. А, у тебя закончилась энергия. Сюда можно. Ой, ты хочешь прокачать. Ой, ты хочешь добить этого босса. Там чуть-чуть осталось. Ну что, начать бой заново? Не хочешь начать бой заново? Вот. Здесь есть возможность его добить. Да, блин. Это как вообще? Да. В общем, все грустно. Так что, дорогие друзья, на этом все. Очень печальный, грустный обзор. Я надеялся, что найду среди мобильных игр какую-нибудь инскреннюю жемчужину. Кстати, есть прекрасные мобильные игры. И мы вам про них будем иногда рассказывать. Как правило, они стоят, правда, денег. За них приходится иногда что-то платить. Но, тем не менее. Но это, это прям да. Это прям совсем плохо. Это прям возмутительно. Я не понимаю, как такие игры существуют в нашей реальности. Кто дает добро? И главное, опять же, очень жаль. Очень жаль того, что на эту игру работали реально талантливые люди. Еще раз напомню. Прекрасная музыка. Прекрасное оформление. Прекрасная стилизация. Классная подача историй. Под каждым метчиком они вот эти, и там косой они догадались написать какую-то маленькую историю. И вот общая задумка сказочных персонажей, которые побеждают кошмары, чтобы оживить своего писателя, своего создателя, тоже работает прекрасно. Ну, вся игра в целом. Это просто ложечка меда. Что там, бочка с говном? Нет? Еще не вкусно? Еще немножечко медика. Не, 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 хватит. Мед дорогой, вы ничего. Ешьте. Что вам? Не нравится? Продакшн. Йокатара. Создатель Нироутомата. Донатик. Авторитет, мать его так. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Дискорде, в Телеграме и на новости в Яндекс.Зене. А если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Патреон. Мы вам за поддержку скажем, кстати, огромнейшее спасибо. И если вас не устраивает Патреон, можно также подписаться на этот ВКонтакте донат, по-моему, так он называется. Ну, короче, на нашем канале ВКонтакте есть там специальная ссылочка. На этом все. Пока. Пока. Капец. Такой удар от классика получить я, конечно, не ожидал. Слушай. Хороший человек же. Веселый. Немножко поддатый всегда. Особенно, когда выступает своей этой маской. Кругленькой. Так все время в маске выступает, это его фишка. Это моя фишка, да? Фишка. Японские разработчики нереально себя как рок-звезды ощущают. Вот. Но это круто. Мне это очень нравится. Ну, и поэтому у меня были большие надежды. Но когда я это запустил, я увидел... Бля... Я с этой игрой провел вот вплотную несколько дней. Я пытался в ней найти вот эту вот японскую какую-то душу. Я думаю, ладно, может быть... Ну, да-да-да. То есть, ну, может быть, раскроется. Может, что-то она мне покажет. Но нет. Зачем? За что? Ну, как это можно было делать даже с поправкой на 17-й год? Зачем? И главное, зачем это выпускать сегодня в других регионах? Зачем? Вай! И главное, за что? Зачем? Эта игра, слава богу, быстро упала в рейтинге, кстати, стоит отметить. Она стартовала на втором месте в лучших RPG, да. А потом упала на самое дно. И уже там ее очень сложно найти. Ну, осадочек-то остался. Отбомбиться-то надо, потому что время-то потрачено. Людей нужно познакомить. Люди должны быть предупреждены. Что у нас бомбит. А то у нас какие-то новостники на сайте. Кто делал новость по поводу, что игра Юкатара появилась в iOS? Кто, блин? Я. Вот найти бы этого человека. Я такой, о! Отлично! Дима, вырубай мне. Наконец-то хорошая игра. Поиграю. Дай Диме какую-нибудь выживалку. Дал. Я дал. Вот еще одну дать. Сейчас я на Алис.